После того, как мы определили типы сущностей, которые должны присутствовать в нашей концептуальной схеме базы данных, необходимо определить связи, которые будут присутствовать в нашей базе. Итак, можно сказать, что это один из самых сложных процессов в рамках проектирования баз данных по той причине, что даже по сравнению с набором типов сущностей, которые не всегда просто выявить из предметной области, связи обычно больше и далеко не всегда понятно, какие из них фактически должны быть сохранены в каком-либо описании. ВАЗы и в итоге быть спроекцированы в разрабатываемой нами базы данных. Поэтому в данном случае имеет большое значение как опыт проектировщиков, так и, скажем так, успешное выделение типов сущностей на первом этапе. Итак, какие же бывают связи? Связи бывают разных типов и могут иметь разную кратность. Для того, чтобы описать разные типы связи, проще всего посмотреть на некоторый пример. В качестве примера мы можем взять базу данных онлайн-магазина, которая использовалась на предыдущем уроке. Итак, вернемся к базе данных онлайн-магазина и рассмотрим ее концептуальную схему. Из каких же типов сущностей она состоит? Первый тип сущности – это клиент, который описывает физические лица, которые заказывают товар в нашем магазине. Дальше. Следующий тип сущности – это заказ. Это, собственно, те заказы, которые формируют клиенты в нашем магазине. Клиенты при этом связаны с справочным типом сущности источника, который описывает источник, из которого пришел клиент в наш магазин. Заказы вместе с тем связаны со справочным типом сущности статус, который описывает состояние заказа в какой-то момент времени. Также для заказов мы хотим сохранить историю, поэтому у нас есть тип сущности Order of History, в котором могут быть сохранены какие-то эпизоды истории нашего заказа. Заказ. Заказываются в нашем магазине товары, которые описываются типом сущности Good, которые, в свою очередь, связаны с некоторым справочным типом сущности категории. Итак, рассмотрим на нашей концептуальной схеме, какие связи мы здесь видим. Одним из наиболее часто встречающихся типов связей является связь один ко многим. Другим вариантом этой связи является связь многие к одному, а не дуальная и зависит от того, какой тип сущности мы считаем главным в данной связи, а какой подчинен. И на нашем примере довольно много таких типов связей. Можно посмотреть, например, связь с типом сущности клиента с источником. Видно, что одному источнику, да, одному источнику приходу клиента, ну, например, баннерная реклама или какая-нибудь интернет-компания может соответствовать несколько клиентов. Вот у нас типичная связь один ко многим, да, между типом сущности источник и типом сущности клиент. То есть, проще говоря, одному источнику, из которого может прийти клиент, может соответствовать множеству клиентов. При этом каждому клиенту может соответствовать не более одного источника. Таким образом, можно описать тип связи один ко многим. Аналогично мы видим подобные же типы связи между и другими типами сущности. Например, связь клиентов и заказов. При этом мы видим, что у нас клиент связан связью один ко многим с типом сущности заказ. Что это значит? Это значит, что клиент может совершать несколько заказов, да, то есть для одной сущности клиент могут... С одной сущностью клиент могут быть связаны несколько сущностей заказов. При этом каждый заказ, каждая сущность заказа может быть связана только с одной конкретной сущностью клиента. Аналогичная связь между заказом и его состоянием. Ну и, наверное, между историей заказа также есть связь с состоянием и с конкретным заказом. Теперь посмотрим, какие еще типы связи есть в нашей концептуальной схеме. У нас есть в том числе тип связи. Многие ко многим. Это такой тип связи, который в реляционной модели или в SQL-модели данных невозможно представить с помощью стандартных формализмов, которые имеются в реляционной модели, не прибегая, условно говоря, к некоторым ухищрениям. То есть нету никаких механизмов, которые позволили бы... Которые явно описывают такой тип связи между реляционными отношениями. То есть если для типа связи один ко многим у нас есть специальный формализм, который называется внешний ключ, то для связи многие ко многим таких формализмов нет. Поэтому понятно, что связь многие ко многим может быть разбита на две связи один ко многим. И таким образом в реляционной базе она будет представлена в виде дополнительного отношения, которое будет содержать внешние ключи к тем отношениям, которые должны быть связаны с помощью типа связи многие ко многим. Проще говоря, мы приняли в нашей задаче такое утверждение, что один товар может соотноситься с несколькими категориями, и вместе с тем каждая категория может содержать несколько товаров. Это довольно частая практика. И мы видим, что это как раз яркий пример связи типа многие ко многим. В данном случае связь между типами сущностями товар и категория имеет тип многие ко многим. При этом видно, что в самой реляционной базе у нас для того, чтобы отобразить такой тип сущности, создается вспомогательная таблица, которая как раз имеет внешние ключи для каждой из таблиц, соответствующий каждому типу сущности, в частности типом сущности товар и типу сущности категории.